Всем доброго дня! По дороге из районного центра мы с Олегом нарезали немножко прутиков. Прутики это вершинки двух-трехлетних кустов ивы. Вот такие вершинки. Снег у нас еще глубокий, поэтому у корня не нарежешь прутика. Вот такие вершинки от ивовых разных сортов. И вот есть красный. Вот такой зеленый, такие желтые вершинки. Еще хочу показать. У нас есть такой сорт ивы. Прутики зелено-красные. И такие вот крупные почки. И прутик корявый. Но, несмотря на это, эти прутики гибкие. Пруд очень гибкий. И для плетения простых таких для хозяйства корзин эти прутики годятся. Вот здесь такая желтая, желто-зеленая лоза. Здесь прутики, почки помельче, более мелкие. Прутик ровненький. Любой прут, если он гибкий, если он сгибается на 90 градусов и кора не лопается, Весь прут пригодится в плетении. Корзина из неокоренного прута высохла. И как бы плотно не плели корзину из неокоренного прута, она обязательно высохнет, расшатается. Можно корзину и так использовать. Я ее использовала все лето. Меня это не очень беспокоило. Но, конечно, если ее укрепить, так будет приятней. И красивей, и прочнее. И она дольше послужит. Вот я раздвигаю прутики в самом широком месте, допустим, корзины. Можно в любом месте. Можно снизу. Но снизу неудобно, ведь потому что, если мы будем в эту сторону уплотнять, если мы будем в эту сторону уплотнять, то не полностью уплотним, потому что здесь идет расширение. Если отсюда вниз вот так уплотнять, то здесь не даст ручка равномерно вплетать прутики. Я выбираю здесь, посередине, ниже ручки и в самом широком месте. Вот здесь у меня красный прут. И вот как раз под красным прутом, вот в этом месте, я буду вплетать прутики. Но, чтобы вот видеть, какое расстояние у меня получается, на какое расстояние нужно вплести прутики, вот так вот расставляю. И здесь так вот плотно связываю. Мне нужно равномерно вот так стянуть корзину. в нескольких местах. Ну, допустим, в этом месте. Надо связать вот так плотно и в верхней части, и в нижней части. Вот в итоге я завязала в четырех местах. Ну, так я посчитала удобно, удобно. Кто-то может почаще завязать. Корзинка небольшая. Это плетение, простое плетение веревочкой в два прутика. И оно сплетено по спирали стенки корзины. И поэтому вот в этом месте видно, как один ряд переходит в другой ряд. Значит, здесь будет такое... Ну, это надо учитывать при вплетании прутиков. Вот в этом месте получилось вот так вот. Где-то два сантиметра. Между стоечками здесь расстояние большое. Где-то сантиметров пять. Даже пять с половиной. Вот. Ещё нужно смотреть, чтобы корзинка при этом не перекосилась куда-то. При вот так вот стягивании не перекосилась вбок. Чтоб она ровно была так стянута. И вот теперь я вплетаю так же простым плетением, как с плетиной стенки корзинки. Вплетаю прутики верёвочкой в два прутика. С любого места. Расстояние большое. Прутик сантиметров возьмите 60-70. Так. Вот я выбрала несколько прутиков. Верхушечки мне не нужны. Чем прут короче, тем лучше. Я их обрезаю. Ну, даже можно ещё короче. И обязательно помять комель. Потому что прутик будет как ниточка вплетаться. Нужно, чтобы был прутик мягкий. Вот. Укладываю стоечки. И перед одной стоечкой за вторую. То есть мне нужно вот так вот вплести туда. И здесь делаю петельку. И теперь обратно. Вплетаем как ниточку. Прутик должен быть гибкий. Положили первый прутик. Здесь вот он у меня ушёл далеко. Сюда соскочил. Я его подтягиваю. Вот. Чтобы камелёк лежал прямо у стоечки. Второй прутик. Тоже весь помяло. Если комель жёсткий, значит обрезать покороче. Значит, что я? Это первая стоечка. У второй стоечки под первый прутик завожу комель. И за... Перед одной стоечкой. Там под прутик, а здесь на прутик. Да, всё правильно. Верёвочка. Верёвочка, она закручивается. Причём, если верёвочка плетётся слева направо, она закручивается по часовой стрелке. Это не послойное плетение. Плетение верёвочкой, оно в каждом, вот между стойками, она перекручивается. Вот в этом месте первый прутик над верёвочкой, а уже в следующем проёме второй прутик над первым. И так они будут в каждом проёме меняться. Причём, вот так вот теперь за одну стоечку. Вот я делаю такую петельку. То есть прутик петелькой завожу. Вот, видно, да, Олег? Петелькой. Когда петелька становится маленькая, прутик приподнимаю. И вот так. Разворачиваю. Разворачиваю, да, разворачиваю петельку. Вот. Так, тоже прутик далеко ушёл, я его подтягиваю. Чтобы камелёк лежал вот у стоечки. Так. Теперь левый прутик, левый прутик, первый прутик, идёт перед стоечкой, над вторым прутиком. Обычная верёвочка в два прутика. Вот. Единственное, что, конечно, неудобно, потому что мы её вплетаем, эту верёвочку. Так. И за одну стойку. То есть в этом проёме прутик должен выглянуть. Прутик беру не толстый, 3 мм. Трёхмиллиметровый неокорённый прут, он гибкий. Так. Теперь левым прутиком над... Это второй прутик, над первой... Над первым прутиком. Перед одной стоечкой. Держу корзинку коленками. Вот. Вплетаю. Вот одной рукой тяну, а другой рукой вот так направляю. Направляю. И в соседнем окошке этот прутик должен выглянуть. так, лопнул. Лопнул. А, нет, не лопнул. Нет, не лопнул. Это он задел верхний камелёк. Так, дальше. Прутик над прутиком другим, левый прутик в соседнее окошко, перед одной стоечкой и за одну стоечку. Плетаю верёвочку в два прутика. Вот плету двумя прутиками. То есть, получается, это плетение такое же. То есть, оно гармонично здесь смотрится. Такое же плетение. Когда высохнут эти прутики, они не будут выделяться ничем. Вот такая простая, колхозная корзинка. Рабочий вариант корзины. Пригодная, удобная, бесплатная. Да? Практичная. Практичная. Вот. Намокла, высохла и дальше служит. Главное, её не сгноить. Если она намокла, не где-то там её бросить, чтобы не спрела. На земле спривают дно, если оставляют. Да, если оставлять на земле, корзинки у меня обязательно висят. Так, висят. Не стоят. Так. Вплетаю этот прутик назад и этот прутик тоже перед стоечкой вовнутрь. Не назад, а вовнутрь корзинки. Вот. беру следующие два прутика. Так. Камельки обязательно, обязательно мну. Разминаю. Что здесь? Здесь видно, как верёвочка переходит с ряда на ряд. Вот здесь. Здесь я вот так и оставляю. Всё, я оставила. Прутики там внутри, вот эти верхушечки обрежутся. А что я сделаю здесь? Здесь вот, ну, как вплетать прутики? Как вы считаете красиво? как, как сказать, подсказывает, как глаз подсказывает. Вот. Я делаю так. Допустим, здесь вставляю первую этот прутик, которым сейчас начну вплетать верёвочку. Так, сюда, перед стоечкой, за стоечку. То есть, так, сначала перед стоечкой, а теперь за стоечку. Так. Так, камелёк, прутик немножко вытягиваю. так, чтобы камель лежал у стоечки. Так. И вставляю второй прутик. Второй прутик это первая стоечка. Для этой пары прутиков это первая стоечка, это вторая. У второй стоечки. И завожу над прутиком. Над первым прутиком. чтобы плести верёвочку. Можно, кстати, ну, корзина хозяйственная, можно просто прутики не плести верёвочку, а просто прутик вставлять, ставил над стоечкой, под стоечкой. Так, один прутик сплести, потом другой прутик. Вот. Но я вплетаю тем же плетением, которым сплетена вся корзинка. Вся корзинка. Поэтому я плету верёвочку. А можно просто вплетать прутики. Так, у меня заговорилось. Так, теперь этот прутик второй вывожу изнутри внаружу. Так, вот два прутика. Плету левым прутиком против часовой стрелки. так плетётся любая прямая верёвочка. Слева направо. А обратная верёвочка плетётся справа налево. Так. И опять вывожу наружу. Так, эти вершинки мне мешаются. Я их обрезаю, вот вершинки первых двух прутиков я их обрезаю у стоечки. У стоечки, если их обрезать коротко, они сюда выпадут. Вот у стоечки. А то они мешаются внутри корзинки. Всё. Так, плету дальше. Вот, в этом месте я начинала вплетать два прутика. Вот первый прутик, вот второй прутик. Камелёк первого прутика, вот камелёк второго прутика. И двумя прутиками я подошла к этому месту. Можно дальше так плести улиточку, так сказать, сюда, так же плести левым прутиком и плести над этими прутиками. Можно и так. Ну, вот можно научиться сделать переход, то есть, чтобы рисунок, так сказать, законченный рисунок, здесь был законченный рисунок верёвочки, и заодно был переход выше на другой ряд, на второй ряд. Что делаю? Я плету не как обычно, не левым прутиком перед стоечкой, за стоечкой, а плету правым прутиком, вот там, где лежит камелёк первого прутика, плету вот этим рядышком, первым прутиком. плету перед стоечкой, так, перед стоечкой, и за стоечкой сюда вывожу прутик, так, он у меня уже тоненький, но ещё можно сплести, вот так, и теперь это правый прутик, подтянуть его, и теперь плету левым прутиком, перед стоечкой, за стоечкой, над, над вот этим прутиком, которым я уже сплела, над ним. перед стоечкой, и вот сюда мне нужно втиснуть, уже плотно получается, хорошо, вот сюда мне надо втиснуть этот прутик, за стоечку, вот за эту одну стоечку, так, делаем петельку, вот вплитаем, вот получилось, вот здесь мы тут начинали первым прутиком, вторым прутиком, а здесь мы перешли, плавно перешли, то есть у нас законченный рисунок, и мы перешли на следующий ряд, так, вот здесь уже плотно, здесь уже плотно, последний раз вплетаю, больше здесь вплетать не буду, так, но уже прутики тонкие, я делаю перед стоечкой, и вовнутрь, там его оставляю, и этим прутиком делаю перед стоечкой, и там оставляю, так, вот еще два прутика, так, эти потолще 4 мм, обязательно мну комель, да и весь прутик можно промять, ну, в принципе, здесь плотно, можно так и оставить, а вот здесь еще можно вплести, вот здесь два прутика, стенки, корзинки уплотнили прутиками, укрепили, теперь корзинка прочная, не болтается, теперь можно еще уплотнить ручку, вплести в ручку прутик, прутик или два, посмотрим, вот, на ручку всегда берем самые лучшие прутики, длинные, метр десять, тонкие, ровненькие, и если при плетении получается заминка, то прутик надо менять, при таком способе плетения ручки, прутики здесь независимы друг от друга, поэтому легко можно вплести прутик, или, допустим, если какой-то прутик поломался, то можно заменить, вот, допустим, здесь можно вплести прутик, один поместится точно, вот, видно здесь расстояние, что один прутик поместится, куда его можно, можно вот сюда вставить прутик, и осторожно, прутики высохшие, ломкие, поэтому, если куда-то вставлять прутик, нужно осторожно, чтобы не лопнул, не сломался, никакой прутик, можно сюда, и вот здесь вот так будет вплетаться прутик, можно, допустим, вот сюда, вдоль основной палки, и здесь будет вплетаться прутик, этот прутик, он уже не несет никакой нагрузки, главное, чтобы он красиво смотрелся, вот беру прутик 3 миллиметра, такой гибкий, вот в это место можно поставить прутик, прутик стал неглубоко, но когда мы его сюда начнем вплетать, он уже отсюда никуда не денется, теперь аккуратно, куда вот он ложится, между прутиками, его пытаемся уложить, вот так заводим прутик, чтобы не было никакой заминки, и вот раздвигая прутики, я укладываю этот живой прут, высохшие прутики, опять делаю вот так, петельку кругленько, и осторожно завожу на другую сторону, так, вот, чтоб видно, чтоб он ложился в плетение ровненько, так, нужно дальше смотрю, чтоб не выступал, вот так вот прутик лег, куда его можно, его можно вот сюда же, сюда же рядышком, а можно также вдоль палки, также вдоль вот основной палки, вот сюда, вот сюда, его попытаться вставить, конечно, сюда вот проще, сюда легче, ну, я попробую сюда, если сюда не получится, то другой прутик я уже сюда заведу, прутик гибкий, чтобы было видно, видно ли, вот куда он там, вот вышел сюда, вот сюда, ну, это и хорошо, в принципе, куда вышел, туда и вышел, то есть, вот вдоль, теперь мне нужно его, этот отгибаю, плавненько его завести, и замечательно, так, поправляю, он выскочил, вот видно, выскочил со своего места, нужно его туда уложить, и здесь подтянуть, все, прутик лежит, лег на свое место, и здесь уже как удобно, как красиво, он не несет никакой нагрузки, поэтому, вот, как-нибудь так, я его здесь заведу, допустим, как-то сюда, лег прутик так, и здесь, вот, Здесь можно обрезать. Все, этот кончик уже никуда не выскочит. Все, уложили его в свое место. Ручку уплотнили, укрепили, прутики не болтаются. Все, корзинка будет служить дальше. Это первая часть, а во второй части буду уплотнять, укреплять корзинку из неокоренного прута, которая сплетена наклонным плетением. Всем всего доброго, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok